Где я могу вас полнить силой, Зажечь эмоции с полом, Вы-вы-вы-вы-вы, Такой родной и такой милой. Вместе на Плюс Даче, бесплатно с Яндекс Плюсом. Приходите с близкими. Здравствуйте! Вы смотрите Гик Мовис. Один великий человек как-то сказал, если я проснусь через сто лет, и меня спросят, что происходит с киновселенной DC, то я отвечу, скандалят и отменяют проекты. WB давно пора проводить все анонсы в костюмах клоунов, ибо студия снова начудила. Во-первых, полностью отменили уже отснятый фильм о Бэтгерл. Во-вторых, убрали из киновселенной Майкла Китона, который не успел еще ни в одном фильме появиться. В-третьих, снова переносят Флэша и Аквамена и возвращают Бена Аффлека. В общем, в ближайшие пару минут будет очень интересно. Но предупреждаем, от смеха можно порвать штанишки. Так что старайтесь держать себя в руках, чтобы сразу не погружаться в наркоманию. Для начала напомним для тех, кто все пропустил. Сиквел Джокера Ахуакена Феникса показал первый тизер. В нем официально подтвердили, что Леди Гага сыграет Харли Квинн, а сам фильм выйдет в октябре 24-го. Стал известен и заголовок «Безумие для двоих». Мы говорили об этом еще полгода назад, и все сливы инсайдеров оказались верны. А значит, есть смысл посмотреть и на другие данные о фильме от тех же источников. По данным сливавших участие Леди Гаги, почти весь фильм развернется внутри лечебницы Аркхем. Учитывая, что Джокер в концовке первой части убил своего врача, нетрудно сложить дважды два, догадавшись, что Леди Гага заменит психиатра и будет работать с Артуром. К чему это приведет, узнаем через полтора года. К счастью, фильм киновселенной не относится и отменять его не будут. Теперь начнем и с меха-панораму. Если кто не в курсе, еще два года назад DC запустила в разработку фильма «Бэтгерл». Темнокожая актриса, маленький бюджет, выход на HBO Max и обещание перезагрузить вселенную, даже этого краткого описания достаточно, чтобы понять, что никому этот фильм не был нужен. Однако DC продолжала гнуть свою линию и вернула в каст Джей Кей Симмонса с ролью комиссара Гордона, а также Майкла Китона с ролью Бэтмена. Китон с момента анонса появления в сольнике Флэша сразу же оброс побочными проектами, и все сошлись во мнении, что Бен Аффлек уходит и его место в киновселенной займет ветеран. Разработка шла своим чередом. Создателей высмеивали в твитпере за нелепый костюм Бэтгерл, к касту присоединился Брэндон Фрейзер с ролью Светлячка, а в ноябре прошлого года начались съемки. Они продлились до марта 22-го, и суммарный бюджет проекта составил 90 миллионов. Кино ушло в постпродакшен и стартовали тестовые показы. На них, по данным источников Deadline, руководство студии спрашивало, достоин ли фильм театрального релиза. Тот же источник отмечает, что все рассмеялись, ибо выглядел фильм как пилотная серия дешевого сериала от CW. Все шло к тому, что нас бы ждал очередной кассовый провал никому не нужного проекта с повесточкой. Но внезапно новый босс WB Дэвид Заслав заявил о полной отмене фильма. Его не будет не то, что в кинотеатрах или на HBO Max. Бэтгерл вообще полностью уничтожена, как проект. Для кинематографа это уникальное событие. Фильм с 90-миллионным бюджетом полностью отснят и завершен. Понятно, что в прокате он ничего не соберет, но все же случаев, когда, будучи недовольными качеством проекта, руководители просто его отменяли, еще не было. На босса Warner Bros. тут же обрушились с критикой, но Заслав не дал заднюю и выдал базу. По словам Дэвида, бренд DC должен расти, и каждый проект обязан быть большим и качественным. В общем, босс намекнул, что настала очередная перезагрузка вселенной. Мемных хищных птиц и бесполезных проектов вроде Бэтгерл больше не будет. Новое руководство хочет Эпика, кроссоверов и годных проектов под брендом DC. Это заявление мгновенно вызвало вопросы. Значит ли, что Зак Снайдер, Генри Кавилл и Бен Аффлек вернутся? Что будет с флэшпоинтом, который вроде как перезагружал DC, вводя в нее Бэтгерлов и Супергерлов? Как теперь быть с Майклом Китоном, который, не успев вернуться, уже вырезается из проектов? По старой традиции, ответить на эти вопросы невозможно. Поведение боссов DC непредсказуемо. И уже завтра они могут анонсировать трилогию о трансгендерном Супермене. Конкретно сейчас ситуация следующая. Флэш, Аквамен 2 и Черный Адам, по словам Дэвида Заслова, вне опасений. Эти фильмы обязательно выйдут, но есть одно но. Босс WB как бы невзначай отметил, что сделает эти фильмы лучше. То есть, всю троицу ждут дополнительные съемки, а возможные переносы. В меньшей степени это относится к Черному Адаму. Фильм изначально не был особо с киновселенной связан. И по данным инсайдеров, дело лишь в сцене после титров. Там, по слухам, появлялся Супермен и тезерился конфликт между ним и Черным Адамом. Если конкретно речь об Аманди Уоллер, которая рассказывает Супермену о новой угрозе. По старой традиции DC, самого Супермена покажут со спины, не уточняя, о каком актере речь. В общем, здесь все достаточно обтекаемо и безопасно. Даже если сцену захотят скорректировать, дело это легкое, и до релиза в октябре все успеется. Следующий на очереди «Аквамен», и здесь есть замечательные новости. Этот фильм выходит 17 марта 23-го, и были четкие данные о том, что в нем есть сцена с Бэтменом Майкла Китона. Дело в том, что изначально проект выходил после флешпоинта, где Китон появлялся. Однако сейчас все наоборот. И по данным THR, на предварительных просмотрах сцена зрителей здорово смутила. Никто не понял, откуда взялся Китон и что он тут делает. Дальше веселее. Ибо Джейсон Мамоа, исполнитель роли, внезапно рассказал, что в «Аквамене 2» появится Бен Аффлек, с которым он снимал пару сцен. Нетрудно догадаться, что Аффлек заменит в фильме Китона. С первого взгляда сугубо ради того, чтобы не смущать зрителей. Но так ли это? Контракт Аффлека и DC закончился после завершения съемок флешпоинта. И актер никому ничего не был должен. Бен спокойно мог послать WB куда подальше и уйти с роли. Но почему-то сцену в «Аквамене 2» он решил доснять. Босс студии Дэвид Заслов, отменяя «Бэтгёрл», заявил, что главная причина желания студии делать дорогие эпичные фильмы. На этом фоне возвращение Аффлека вызывает логичный вопрос. А не вернули ли его навсегда? Как раз ради этого самого эпика. Не согласился ли Бен на роль в «Аквамене», зная, что у него в DC еще есть будущее? Пока официальных комментариев по этому поводу нет и вопрос остается риторическим. Однако поводы для оптимизма имеются. Ведь ко всему прочему, по слухам, DC отменила и сольник «Супергёрл». Героиня Саши Калли должна была заменить Генри Кавилла в киновселенной. Раз Дэвид Заслов говорит об эпике, показывает Супермена в сцене после титров «Чёрного Адама» и возвращает Бена Аффлека в «Аквамене», то здесь определенно что-то нечисто. И надежда на светлое будущее действительно есть. Главной проблемой на этом пути является сольник «Флэша». Эзра Миллер продолжает находиться в центре скандалов. А перезагрузка вселенной, которая планировалась в фильме, трещит по швам. Фильмы с перезагруженным Китоном отменяют, Аффлеки возвращаются и что будет с флэшпоинтом непонятно. Но опять же Дэвид Заслов обещал сделать текущие фильмы лучше, а следовательно сценарий еще можно изменить, а сам проект переснять, ведь его выход состоится лишь в июне следующего года. За такой срок можно и с нуля новый фильм сделать. Правда, скандалы вокруг Эзры Миллера этому здорово мешают. В общем, здесь ситуация определенно находится в подвешенном состоянии. На минувшей презентации для инвесторов о фильме ничего не сказали, кроме обещания его выпустить. И в свете всех новостей масштабные пересъемки становятся очень вероятны. Масла в огонь подливает и ролик, показанный инвесторам на недавнем мероприятии. В нарезке использованы исключительно кадры режиссерской версии Лиги Справедливости Зака Снайдера. А еще есть Генри Кавилл. Если кто забыл, DC уже три года не использовала его Супермена ни в одном из промо-материалов. Как, впрочем, и Киборга, про которого вообще все забыли. Но в новой заставке киновселенной есть и он. Да и вообще не хотелось бы в это верить, но сам Зак Снайдер занят работой с Нетфликс, паспорт Генри Кавилла забрал толерантный ведьмак, а Бен Аффлек познал Дзен, женившись на Дженнифер Лопес. Остается лишь надеяться, что в ребятах еще сохранилось желание довести начатое до конца. На этот раз есть надежда, что перезагрузка станет последней. Босс WB, помимо громких фраз, анонсировал, что в скором времени состоится презентация с 10-летним планом по развитию киновселенной. Заслав не скрывает уважения к Кевину Файге и его модели работы. С DC хотят сделать то же самое. И как тут не вспомнить, что это уже вторая попытка. Первая как раз и принадлежала Снайдеру, у которого в голове был огромный план на три Лиги Справедливости, Зеленых Фонарей и кучу побочных сольников. Вернуться к этому плану с учетом хищных птиц, Шазамов и общего бардака в киновселенной тяжеловато. Но вполне реально, ведь костяк актеров никуда не делся, и перезагружающий вселенную Флэшпоинт еще не случился. Проблема только в том, что все анонсы придется подождать. Последние два года DC проводила выставку Фэндом, где рассказывала о новинках. Однако даты для мероприятия 2022 года еще не озвучены. Не мудрено, ведь о чем на выставке рассказывать не до конца понятно. Из фильмов готов лишь Черный Адам, а за месяц разработать план развития на 10 лет задачка-то не из легких. Так что, скорее всего, на некоторое время DC пропадет с радаров. Оно, наверное, и к лучшему, ведь четвертая фаза киновселенной Марвел показала, что отсутствие конкуренции вещь очень плохая. Пока был жив Снайдер Верс и DC хоть как-то конкурировала, родились Война Бесконечности, Финал и прекрасные фильмы. Как только в 20-м DC начала дискотеку перезапуска и Хищных Птиц, в отсутствие сильного конкурента подсдулась и Марвел. Так что крепкие анонсы и хорошие фильмы WB сыграют на пользу и Кевину Файги. Он, возможно, вспомнит, что в кино ходят не посмотреть на трансгендеров из Железного Сердца, а насладиться хорошим кино. Ну а что до DC никаких однозначных выводов делать не хочется. За 10 лет с выхода Человека из Стали случилось уже 5 частичных или полных перезагрузок. И то, что на шестой раз нам пообещали вроде бы год, но еще ничего не значит. Поэтому лишний раз ожидания завышать не будем и просто подождем новостей. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok